Мы поняли чуть раньше, чем родители первого ребенка, поскольку у нас двое старших сыновей, и уже после года я какие-то моменты, не критичные, но я видела. Но обычно врачи реагируют стандартной фразой. Он слишком мал, все будет хорошо. Он не ловил взгляд, да, то есть если папа-мама, то есть он всегда глаза выводил в сторону. Ты к нему вроде как обращаешься, а он, так сказать, между прочим, типа идет там и... Какие-то определенные ритуалы, которые ему были необходимы, и он их не считал нужным нарушать. То есть это уже то, что отличало его от нормы типичного ребенка. Потому что после двух лет, после серьезной инфекционной болезни вирусной, вернее, вирусной болезни, у ребенка был явный откат. Он умел одно, второе, третье, то есть и какие-то слова произносить, а потом раз, и вообще все ушел, как будто бы ничего не было. На маму, на папу, на самых важных, скажем так, близких родственников. Он смотрел как на пустое место, не осознавая, что эти люди там несут помощь, поддержку. То есть у меня было ощущение, что он перестал меня узнавать и понимать, что я его мама. По незнанию я пробовала все пути. То есть я не знала, что. Если рекомендуют, советуют, мы это пробовали. Ну, был еще один препарат, ну, якобы стимулирующий прогресс речи. Это были инъекции. Мы его применяли, но результаты я не увидела. И с того момента я вот эти эксперименты прекратила со своим ребенком. Сложности были с мамой. Что я должна сделать, чтобы помочь своему ребенку? Когда Давид говорил ничего, я не понимала, что это означает. Потом пришло осознание, что гиперопека, гипертревожность, что постоянный контроль, пусть не внешний, но внутренний, за поведением, состоянием ребенка, ребенок все это чувствует. То есть его это ограничивает в желании поступать, как-то двигаться, открыться этому миру. Я это прекрасно понимаю. Теперь? Теперь, да. Он возмущен с некоторым пощипыванием окружающих, если что. Мужчина, если тебе было бы два года, Анди, с тобой разговор был бы другой совсем. Ты уже не маленький, понимаешь? И свои действия ты должен сам отвечать. Пойми это. Первые две недели я понимаю, что ребенок так же реагировал, видя мое сомнение в глазах, что я сидела на диване и пыталась в этом что-то рационально увидеть. Что делать? Что мне записать, чтобы я это дома повторила? Оказывается, немножко отпустить ситуацию, позволить ребенку, ну, как бы, не чувствовать мою тревогу и найти смелость в себе, ну, проявить инициативу все равно какую. То есть у нас с этим были основные вопросы. Ну и, кстати, поведение его в течение условного курса было тоже неоднозначное. Очень полярное. То есть мы начинали, мы были не готовы к тому, что мы у нас, наоборот, пошли как-то вот в нашем понимании что-то не то, да? То есть он начал себя вести совершенно по-другому. Протесты. Хотя нас предупредили об этом, сказать, ребята, смотрите, вот это будет. Это выглядит как менее послушный ребенок, но на самом деле это проявление желания ребенка, ну, то есть инициативы. И тут, как объяснила Юсеф, что там мы говорим, вот так не надо. То есть воспитание, не обучение, а воспитание. То есть дать проявить ему, это возможность проявить или совершить какой-то поступок, но при этом, как бы, сказать хорошо или плохо и куда-то направить. Сколько тебе лет? Нет, я вообще не слышу. Скажи так, чтобы я это услышал. Скажи так, чтобы я это услышал. Скажи ясно, чтобы вот здесь было слышно. Сколько тебе лет? Громко! Громко! Сколько тебе лет? Скажи. Не слышу. Сколько лет? Громко! Громко! Вот у него займет какое-то время вот выйти в это, в это, в это сцене, когда он не боится сказать, он не зажат. Сейчас он просто зажат. Ну, та, собственно, ситуация за тренированность. Все, я слова не имею. смотри. Смотри. ручек. Смотри, Даня, хочешь подразмазать это? Вот так. Да, видишь, он соединяется с красным. У Аркадия мне понравилось, потому что много работы над графомоторикой, навыками рисования, лепки. Ну, как бы, я с ним занимаюсь. Но понять, что он при этом чувствует, я не понимала. Задача наша непредметное рисование, рисование ощущения пятна, которые вам хочется. И поскольку мы рисуем по-мокрому, пятна немного будут жить своей жизнью. они будут немножко... Ну, вести себя не предсказывают. Да, они будут немножко растекаться, где-то соединяться, где-то как-то. Вот. Моя задача в работе с Данилом это как бы сделать так, чтобы при том, что часть будет выполнена по его инициативе, результат не превратился в кашу, чтобы он испытал удовлетворение от того, что произошло. У ребенка сложности, когда он не очень понимает, что его ждет. Нам очень помогают в визуальной подсказке, когда определенные фотографии мы ему показываем, и он понимает, что будет впереди, на что настраивается, то есть, куда мы едем, где мы будем. когда у Аркадия была определенная методика рисования левой-правой рукой с закрытыми глазами еще и разные фигуры, то есть, я поняла, что чувствует мой ребенок в виде перед собой, грубо говоря, простую фигуру, которую он должен повторить, что чувствует его мозг, как он пытается там все это, возможно, проанализировать, подать сигнал в руку, куда? Налево, направо, вверх, вниз, прямая, кривая линия. То есть, я это почувствовала на себе. То есть, я понимала, что в некоторых моментах я ему слишком сложное задание даю. То есть, надо с чего-то более простого, понятного, более гармоничного и постепенно усложнять. То есть, Даня, такой хочешь цвет? Нравится? Да. Давай его тоже. смотри, как цветы получаются. Можем вообще его накапать. Хоп. Если вы захотите найти аналог в другой арт-терапии, это вот как на музыкальной терапии у вас такое было, что с Ириной он там что-то играл, да? И она делала к этому ранжировку. Вот это нечто похожее, что у него есть тут некое свое пространство. Вот. А я ему немножко помогаю здесь, чтобы в этом пространстве это проявление выглядело интересно. Данил. 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 Немножко нарушена физиология функции дыхания. Получили родители упражнения, как это правильно делать. Ну, все, что стояло, как бы, было здесь моей задачей, основной задачей, это была работа с желудочно-кишечным трактом. сейчас значительно лучше, но кроме нашей работы здесь еще подключилась безглютеновая диета. Неврологический ребенок был абсолютно сохранен. Я имею в виду периферическую нервную систему, потому что они очень много занимаются спортом, у него очень хорошая координация. вдох. Ну вот, с вдохом у нас пока еще некие трудности есть. Попробуй носиком. Вот, сейчас хорошо. И выдай, давай, трубочку. То есть наша задача сейчас просто как бы его правильно раздышать. И вот мы работаем со многими специалистами, то есть практически со всеми. Над этой основной проблемой сейчас. Потому что все остальное более-менее он старается делать. У него в какой-то мере это получается. Но вот в плане вдохнуть глубокой грудью, я бы так назвала, у нас сейчас основной основной пунктик. Какой-то зажим, который не позволяет ему открыться меру, вдохнуть и громко что-то сказать. Как выяснилось здесь, и чему я не особо придавала значение, с тем, что с музыкой очень завязана наша возможность произносить звуки. Даже возможность правильно. Дыхание. То есть выявилась проблема, что он не может правильно при произнесении дышать. Даня говорит очень тихо, и мы хотим развить его речь и его вот это отношение к себе, что не надо быть тихим, надо проявляться в мире. Поэтому занимаемся сейчас громким звуком, смелым и громким. Молодец! Чем еще хороши музыкальные инструменты? То есть ребенок способен концентрировать внимание надолго, потому что ему нравится извлекать ритм, и это завораживает, хочется продолжать и продолжать. Концентрация внимания это наша точка основная для обучения новых навыков. Я немножко недооценивала из-за непонимания важности. Это тоже орган чувств и он у нас проседает больше всего. Да! Ну, хлопни меня! Да! Ещё! 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 Молодец! Я научилась сохранять внешнее спокойствие за то время, пока мы живём с диагнозом но внутреннее беспокойство и тревога у меня постоянно меня преследовали сейчас это удивительное ощущение я вот по себе хочу сказать что спокойствие уверенность что все будет хорошо отсутствие тревоги абсолютно спокойствие спокойствие какое-то умиротворение вещь мои руки он не скидывает я могу спокойно положить нормально очень часто улыбается у нее во время процедуры страшно у него тут как бы тоже есть недоразвитие но собственно с этого начинали что вот похоже очень на некоторые там побочные эффекты это ничего это просто скажем так недоразвитие то есть считает незрелость центральной нервной системы это потихонечку она как бы созреет ну обычно окончание сеанса ему приходится напоминать что все давай вставай то есть он не спешит оттуда убегать и обычно мы ему подсказываем что все закончилось мы можем попрощаться уйти сегодня он сам инициировал то есть сам первый сказал что все закончилось и попрощался смотря они все как бы правильно делают то есть они как раз одни из самых таких продвинутых родителей ну я за то чтобы всегда действовать то есть вопрос но уже возможности скажем так потому что но она как и финансовая так и не финансовая сейчас ситуация но он все равно этот маленький шажочек иногда мы не осознаем его что вот здесь он сделал маленький шаг и это было возможности начать ходить потом в любом случае большая работа над собой работа с ребенком просто я надеюсь что после посещения центра это будет продуктивнее а вот а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok